МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И в начале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безопасные качественные дороги. Стали известны планы на следующий год по ремонту проезжих частей в рамках национального проекта. Это у нас будет дорога по 30-летию Победы. Мы завершим ее полностью. Это у нас 20-я дорога, которая уже в очень плохом состоянии. Это улица Восточная. Она будет отремонтирована в 132-м квартале. На пенсии скучать некогда. Зареченские ветераны при поддержке Росатома учатся искусству флористики. Когда профессионал показывает, а то ты понимаешь, как надо правильно собрать букет. Можно было бизнес еще открыть. Звездное лето. В Зареченском загородном лагере завершилась первая смена. Мне очень понравилась эта смена. Она была какой-то необычной. И теперь об этих и других новостях подробнее. Стали известны планы по ремонту дорог в Заречном в 2024 году. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут приведены в порядок проезжие части трех городских улиц и установлены фонари на транспортной улице. На эти цели планируется потратить около 70 миллионов рублей. С подробностями Наталья Елистратова. В Заречном сформирован список автомобильных дорог, которые будут отремонтированы в 2024 году. В него вошли проезжие части, где асфальтовое покрытие находится в неудовлетворительном состоянии. Планируется, что в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги» работы проведут на трех улицах. Это у нас будет дорога по 30-летию Победы. Мы завершим ее полностью. Это от стыка, где мы его закончили в этом году, и в сторону Победы 38. То есть вот эта 30-летия Победы будет полностью завершена. Это у нас 20-я дорога, которая уже в очень плохом состоянии. Участок – это от Мира до КПП номер 6. То есть там уже идут и колейности, и очень много выбоин. Это улица Восточная у нас будет отремонтирована в 132-м квартале. То есть это от улицы Индустриальная. И, можно сказать, вот эта вся дорога будет отремонтирована. Кроме того, в будущем году запланировано обустройство сети дорожного освещения на улице Транспортной. На эти цели будет потрачено более 23 миллионов рублей. По словам заместителя главы администрации, после выполнения этих работ в Заречном не останется муниципальных дорог без освещения. Илья Дильман также отметил, что в этом году подрядчик практически полностью выполнил свои обязательства в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Работа по асфальтовому покрытию закончена на 100%. Есть небольшие недостатки, которые будут устраняться в рамках приемочных работ. Уже идет благоустройство. Где-то там сейчас будут досыпать землей, где подход к бордюрам. Ну, вот устранение таких недостатков будет. Ну и, как я думаю, что тоже все видят, идет монтаж светофорных объектов, которые на пересечении 30-летия Победы и улицы Комсомольской, и монтаж светофорного объекта на перекрестке Конституции и мира. В конце июля строительная организация должна приступить к монтажу уличных фонарей на индустриальной. Планируется установить 29 световых опор. Протяженность линии составит более 900 метров. Предполагается, что эти работы будут завершены до 1 сентября текущего года. К этому же сроку муниципалитет планирует заключить контракты на ремонт асфальтового покрытия проезжих частей на будущий год. В 2024-м в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Заречном будет потрачено около 70 миллионов рублей. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». В Пензенской области ввели карантин из-за вспышки кори. Медики за 5 дней выявили 18 случаев заболевания в селе Средняя Елюзань Городичинского района. 13 человек лечатся в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. По предварительным данным, очаг заболевания возник в одном из учебно-образовательных учреждений. От ребенка, заболевшего корью, заразились и другие дети, а от них некоторые взрослые. Уточняется, что первые 7 случаев кори в селе выявили 30 июня, после чего, учитывая резкое осложнение эпидемиологической ситуации по коре в области, в Средней Елюзане ввели масочный режим, приостановили проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий до стабилизации эпидемиологической ситуации. По данным ведомства, среди сельчан начата так называемая подчищающая иммунизация, а также иммунизация по эпидемическим показаниям, для чего имеется необходимый запас вакцины. Отмечается, что все заболевшие не были привиты от кори. О ситуации с корей на территории Заречного, путях передачи инфекции, способах предохранения от этого заболевания, мы подробно поговорим с начальником отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления номер 59 ФМБА России Марии Лукьяновой. Не пропустите актуальное интервью в финале информационного выпуска. А пока к другим новостям. Зареченских пенсионеров учат искусству флористики. В рамках проекта госкорпорации «Росатом. Серебряный возраст. Городость. Россия», который проводится при поддержке Союза Атомной Города, был организован мастер-класс по составлению букетов из полевых и садовых цветов. Полевые цветы, которые держат в руках Надежда Гребенника, собраны по особому случаю. Зареченка не пожалела времени и специально съездила за ними за город. Яркий букет из ромашек, васильков и других растений она привезла в Центр-ЛАД на мастер-класс по флористике. Там лук такой красивый. Ну и насобирала то, что там росло. Все и собрала и принесла сегодня букет. Классный, конечно, букет. Когда профессионал показывает, то ты понимаешь, как надо правильно собрать букет. А то, что я собирала, это так все спонтанно. Это уже не как флорист. Ну интересно, можно было бы бизнес еще открыть. На пенсии. Секретами пусть не открытие бизнеса, о формировании красивых композиций из полевых и садовых цветов с зареченскими пенсионерами поделилась Елена Денисова. Профессиональный флорист на занятии объяснила, как правильно подготовить растения, чтобы они дольше радовали глаз, и показала технику сборки букета. Один цветок на другой крест-накрест наложила, держу вот здесь пальчиком. Вот мой букет будущий. Беру третий и накладываю его таким образом, чтобы вот это место оказалось в ложбинке между двумя этими. Всего несколько минут, и из набора разносортных цветов получается большой красочный букет. Елена Денисова с удовольствием поделилась с участницами мастер-класса тонкостями флористического дизайна. Они узнают много секретов. Раскроют для себя обязательно что-то новое, потому что, видя, как продают цветы бабушки, например, вот у магазинов нашего города, да, рядышком, мне всегда хочется, чтобы культура флористики в нашем городе развивалась, и будь то молодая девушка или бабушка могли украшать свой дом, да, приносить живые цветы домой, создавать себе настроение. И вот эти маленькие секреты и хитрости, это на самом деле очень важно для того, чтобы вот эту красоту и гармонию нести в мир. Мастер-класс по флористике был организован в рамках проекта госкорпорации «Росатом» «Серебряный возраст. Гордость России». Программа рассчитана на то, что пожилые горожане сами предлагают темы занятий и мастер-классов. Это приносит огромное удовольствие и радость от того, что мы не зря трудимся на своих грязках. Мы создаем не только продукты, но и красоту. И сейчас этой красотой мы будем наблюдать. Конечно, проект создан для повышения качества жизни людей серебряного возраста. Участники проекта «Серебряный возраст. Гордость России» не только развивают свои творческие способности, но и принимают активное участие в различных городских событиях. Зареченцы с большим интересом сотрудничают с экспертами и консультантами, имеющими успешный практический опыт работы с пожилыми людьми. Завершилась первая смена в оздоровительном лагере «Звездочка». С трехнедельного отдыха за городом в Заречный вернулись 320 школьников. В течение 21 дня дети занимались спортом, творчеством, принимали участие в тематических программах. Своими впечатлениями от смены ребята поделились с нашим корреспондентом. В закрытие лагерной смены приглашается четвертый отряд. Пролетели три недели отдыха от городской суеты и родительского контроля. Настало время собирать чемоданы и прощаться с лагерем. В загородной «Звездочке» завершилась первая смена. Как не хотелось нам прощаться. Увы, день этот наступил. И в бликах солнечного братства, и в красках радужных светил. Каждая смена в «Звездочке» тематическая. Первой в этом году стала творческая. Она посвящена 65-летию Заречного. На протяжении трех недель 320 зареченских школьников весело и с пользой проводили время. Только неустойчивая погода ненадолго прерывала отдых. Отлично, мне понравилось, в принципе. Было весело, но подвела погода, конечно. Был дождь сильный, и были лужи одни. Один раз мы даже попали по дождь, когда бежали в вахтовый зал. У нас самый большой отряд в лагере. Это очень прикольно, зажигательно. Тут с ними всегда весело. У нас есть церковые, с которыми всегда можно придумать какие-то разные элементы. С ними всегда интересно, весело с нашим отрядом. Никогда не соскучишься. Кормят здесь офигенно. Лучше вообще нигде не кормят. Мне очень понравилась эта смена. Она была какой-то необычной. Еще мне понравились выступления отрядов, как мы готовились. В день возвращения ребят из лагеря у Дворца творчества детей и молодежи собрались родители. Они с нетерпением ждали прибытия автобуса. Хочется и ребенка увидеть, и хочется, чтобы ребенок отдохнул там тоже без родителей, почувствовать самостоятельность. Слава Богу, что ребенок приедет. Видимо, ей там все понравилось, потому что звонила она редко. К проходной выбегала на две минуты и всего лишь два раза. Поэтому, в общем, она в восторге. Ей все нравится. Вчера позвонила, сказал, что ее наградили за активное участие в жизни лагеря. Домой не очень-то, видимо, хочет. Но куда деваться. Мы встречаем с удовольствием. Ждали. Вторая смена в детском оздоровительном лагере «Звездочка» стартует 7 июля. Она будет посвящена российскому движению детей и молодежи «Движение первых». Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, Карина Краснова. Телерадио компания «Заречный». Ну а в городских оздоровительных лагерях стартовал второй этап «Спартакеады». За победу в соревнованиях, которые продлятся все лето, вступили пять команд детей, отдыхающих в пришкольных лагерях и санаторий «Заречья». Вторая спортивная смена открылась состязаниями, обычно завершающими «Спартакеаду». Ими стали веселые старты, своеобразные многоборья, сочетающие различные спортивные дисциплины. Рассказывает Ксения Тризна. Обегаем в конус. И каждый мячик в отдельности складываем в ведерко. За объяснениями нужно следить очень внимательно и все запоминать. Ведь при прохождении дистанции важна каждая деталь. Первым испытанием в рамках «Спартакеады» детских оздоровительных лагерей стали веселые старты. Ребятам предстоит пройти пять эстафет. Эстафеты будут разнообразные. Конечно, веселые старты – это в первую очередь координация и скорость. Ошибок делать нельзя, потому что за них штрафы две секунды. Поэтому ребята будут стараться исправить свои ошибки. А лучше всего, конечно, делать без ошибок. Во второй смене за победу борются пять команд. Дети, отдыхающие в санатории Заречья, и ребята из оздоровительных лагерей при школах номер 221, 222, 225 и 226. Все участники переживают друг за друга, поддерживают товарищей по команде. Саня! 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 Участники спартакиады волнуются так, словно на кону победа в крупных соревнованиях как минимум международного уровня. Каждая команда знает свои сильные и слабые стороны и готова идти до конца. У нас команда сильная, мы выигрываем, даже не напрягаемся. А почему это у вас команда сильная? Ну, у нас в школе номер 222 очень сильные ребят, спортсмены и все такое. Многие задания кажутся простыми, но чтобы выполнить их быстро и чисто, нужна максимальная концентрация и собранность. Одним из самых сложных стало упражнение с мячиком и ракеткой. Не надо, не беги, остановись! Пускайся! Пускайся! Потери мяча – это дополнительное время. А здесь на счету каждая секунда от скорости прохождения этапа зависит общекомандный результат. Для нас было сложнее с ракеткой бегать, потому что у нас у некоторых, ну, баланс не очень мы держим и, ну, не получается немного. С ракеткой очень сложно, потому что, когда бегаешь, часто мяч падает. Сложно очень баланс удержать. Она падает, приходится, то есть назад уходить, ее брать и опять же так вот нести. Когда идет мяч, нужно делать в обратную сторону, наклонять ракетку. Веселые старты – это только начало соревнований в рамках спартакиады детских оздоровительных лагерей. Ребятам предстоит пройти разные этапы и испытания. В течение всей смены ребят будут соревноваться, каждую неделю будут соревнования проходить. Это будут и дартсы, и прыжки через скакалку, и легкоатлетическая эстафета. По итогам выступления на каждом из этапов и определяют тех, кто станет победителем. В первой смене лучший результат показали дети, отдыхавшие в лагере при школе номер 221. Ксения Тризна, Карина Краснова, телерадиокомпания «Заречный». В Зареченцев приглашают отметить праздник Иван Купала. 6 июля в зоне отдыха лесная состоится открытый фестиваль народного творчества. Впервые Иванов день в Заречном массово отметили в прошлом году. В 2023-м организаторы решили продолжить новую традицию и расширить концертную программу. Вместо одного часа, как это было в 2022 году, народные гуляния продлятся 5 часов. На основной площадке, которая будет располагаться чуть подальше, там будет сцена. И вы можете увидеть выступления ярких народных коллективов, которые будут из города Пензы, Пензенской области и, конечно же, из города Заречного. Также, проходясь по дорожкам, вы можете наблюдать выставку продажи мастеров-ремесленников, как из Пензы, Пензенской области и даже из города Саратова. Чуть подальше к беседке будут располагаться мастер-классы, в которых могут принять участие любой желающий. На праздники можно будет познакомиться с легендами и мифами, связанными с Ивановым днем, погрузиться в атмосферу народной сказки. Гости смогут совершить традиционное купальское гадание на венках, поводить хороводы и даже прыгнуть через костер, как это делали наши предки. Второй открытый фестиваль народного творчества Иван Купала состоится 6 июля в зоне отдыха лесная, начало в 17 часов. Здесь с нетерпением ждут всех желающих. Корь в Пензенской области. Как вспышка заболевания затронула Заречный? Об этом сразу после рекламы. Не переключайтесь. А мы здесь, знаете, плюшками балуемся. Балуйтесь на здоровье. В пекарне Плюшки-Ватрушки всегда в наличии свежий хлеб, огромный выбор пирогов, пирожков, печенья и кондитерских изделий. Горячий чай и кофе с собой. А для сладкоежек мягкое мороженое на улице Ленина, 18-Б. Сеть пекарен Плюшки-Ватрушки в Заречном. В торговых центрах Рябинушка и Юбилейной и на улице Ленина, 18-Б. Телефон 53-10-10. Скидка 50% на всю выпечку за час до закрытия пекарен. Выпускники 2023. Спонсоры проекта. Магазин «Моя сантехника». Салон «Галерея цветов». Мойка-робот. Магазин подарков «Синсер». Салон мужской одежды «Кэжуал». Генеральный спонсор проекта «Автошкола Лидер». Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегия «Росатома» и оперативные репортажи. Программа «Страна Росатом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях начальник отдела эпидемиологического назора межрегионального управления номер 59 ФМБ России Мария Лукьянова. Добрый вечер. Здравствуйте. Мария Валерьевна, вот на сегодняшний день информация, которую предоставил региональный Минздрав, средства массовой информации в своем сообщении на сайте, было сказано, что уже 18 человек в селе Средний Юлизань заразились корью. 13 из них находятся в больнице. Вот эта ситуация, почему она произошла? То есть делаются какие-то предварительные анализы. Вот вам что известно по поводу этой ситуации? Там же сейчас введен карантин на территории сел. Ну да, проводятся противоэпидемические мероприятия. Ну, почему она произошла, эта ситуация? В связи с тем, что было достаточное количество непривитых людей. То есть был завоз. Приехал человек, заразившийся уже, да, то есть житель села, вот, ребенок. И от него уже распространилась инфекция. Хочу напомнить, что корь – это самая летучая и самая заразная болезнь из всех болезней инфекционных, какие только существуют. То есть если есть человек непривитой и при малейшем контакте с заболевшим, он, это заболевание передается. Поэтому она очень быстро распространяется. Вот давайте напомним, как она передается, это заболевание. Ну, путь передачи воздушно-капельный, то есть это основной. И еще раз вот напомню, что чрезвычайно быстро это все. То есть достаточно мимолетного контакта. Что имеется в виду под контактом? Давайте так вот обозначим, да? Мимо пройти, рядом посидеть. То есть даже не обязательно, если вот ОРВИ, там, ковид у нас, да, то есть должны быть все-таки, люди должны прямо находиться в одном помещении, поговорить, там, пообщаться. То есть здесь достаточно какого-то мимолетного. Человек прошел мимо, просто там несколько минут рядом посидел. Я помню вот в прошлой нашей беседе как раз о коре, когда подчищающая иммунизация была объявлена в России. Вот вы говорили, даже достаточно, когда если человек, скажем, прошел по подъезду, зашел к себе в квартиру, и после этого… Да, вот чем коре отличается от всех остальных? Обычно у нас очаг считается квартир, да, то есть где люди живут. А при заболевании корею очаг мы считаем подъезд. То есть достаточно пройти мимо квартиры по подъезду, человеку, у которого нет иммунитета к этой, чтобы заболеть. Потому что он очень летучий, заразительная доза чрезвычайно мала. И из этой же серии, что когда он лежит в боксах человек, в боксе, в инфекционном, то заклеивают в двери щели. То есть он через щели в дверях проникает. А вход в бокс только с улицы остается, чтобы не вылетал он в коридор и не заражал там других тоже людей. Мария Валерьевна, у нас что с корею? Там, да, ну как бы будем считать, что она локальная пока вспышка заболеваний. Дай бог, чтобы так и осталось. И, скорее всего, выздоровление всем. Мы еще поговорим о последствиях этого заболевания. Вот у нас что в Заречном, какова ситуация на сегодняшний день? Ну, на сегодняшний день у нас заболевших именно жителей Заречного не зарегистрировано. Но мы в течение 23-го года регулярно сталкиваемся с контактными. То есть мы работаем с людьми, контактировавшими с больными. Как я уже говорила, что берется, вот, например, там, если был контактный ребенок в поликлинике, да, и контактными считаются все, кто находился в поликлинике в этот момент. Да, потому что он между этажами перемещается свободно и все. Поэтому большое количество очень контактных. У нас была волна, когда в Москве были в учебных, в высших учебных заведениях. И нам присылали оттуда информацию, что наши ребята, которые там учатся, вот, они контактировали. И при приезде домой мы за ними тоже, ну, не мы, медицинская наша организация, медсанчасть, наблюдали, медики. Вот. Сейчас то же самое. То есть именно заболевших у нас нету, именно жителей Заречного. Но зато есть люди, которые, ну, у которых родственники были в Средней Юлизании, которые ездили туда, на праздник ездили. Вот. И они были в контакте с заболевшими. В Пензе там пересекались уже, потому что они все в Пензе, те, кто госпитализированы, они в Пензе, в медицинские учреждения обращались. И там тоже пересекались. Вот. Поэтому мы активно сейчас вот именно с контактными узнаем их, привиты они или не привиты. Вот. Здесь важно тоже сказать, что прививочный статус, это очень важно при данном заболевании. Потому что вакцина, она, сам вирус, он малоизменчив, в отличие от ковида, да, можно параллели проводить. Он малоизменчив. Вакцина создана была в начале 60-х годов. И она используется одна, неизменная, очень с большой эффективностью. И если человек привит, то ему по большому счету бояться нечего. То есть даже если он давно был привит и заболеет, то в легкой будет форме. Это все. Либо, ну, скорее всего, вообще не заболеет. Поэтому вот выясняем прививочный статус. Прививаются из-за чага те, кто контактировали, те, кто не привит. Вот таким образом занимаемся. Вот скажите, мы потом еще поговорим, как предохраняться от этого заболевания. Вот что это за болезнь? Ну, как мы в прошлый раз с вами встречались, да, ну, у всех ассоциаций, что корят, что такое детское заболевание какое-то. Корней Иванович Чуковский вот тогда писал. Вот у всех такое впечатление, что корят что-то такое давнишнее, что вот это из времен там столетней давности. И это детское какое-то заболевание. А сейчас корь-корь-корь. Ну, благодаря тому, что у нас количество непрививающихся увеличивается год от года, мы тоже неоднократно говорили о том, что все эти, казалось бы, забытые инфекции, они будут возвращаться. Вот. И чем она опасна? Тем, что это одна из основных причин смертности среди маленьких детей. То есть, если, опять же, проведем параллель с ковидом, да, то дети почти не страдали, если болели, то легко, болели меньше, чем взрослые. То здесь нет. Наоборот. Если дети непривитые, то для них опасность больше. Они болеют более тяжело. Могут болеть с осложнениями, с менингоэнцефалитами. И не исключены... То есть это в спалении мозга. Да. Да. Не исключены смертельные исходы. Там в пределах процента смертность регистрируется. Вот. И в наше время, когда уже даже вакцинация широко распространена была, то корь остается одной из главных причин именно смертности детей до года. То есть маленьких детей. А взрослые как переносят? Взрослые... Как давно, да. То есть если не привиты, они также точно могут заразиться. Почему раньше это считалось детской болезнью? Когда не было прививок, то человек появлялся на свет, и в первые же там несколько лет он встречался с этим заболеванием. Ну, по аналогии с ветряной оспой, можно сказать. То есть у нас взрослые болеют редко. В основном, основная масса переболела в детстве. То же самое было раньше. Поэтому кордифтерия, эпидпаратит, коклюш, это все считались детской болезнью. Но сейчас из-за того, что основная масса привита, то дети у нас мало болеют. Но есть возможность заразиться взрослым, ну, как я уже сказала, в связи со снижением иммунитета. Или вдруг по каким-то причинам человек был непривит, но мало ли у него были противопоказания. И при встрече может заразиться. Мария Валерьевна, понятно, заболевание тяжелое. Единственное, насколько я понял, способ предохранения, никакие маски, никакие противогазы, никакие там общевойсковые защитные костюмы не помогут. Да, вот в данной ситуации. Потому что не будешь ты в ОЗК спать ночью. Ну да, да. Вот, то есть, единственное, это вакцинация. Да. Вот, в завершение, коротко. Сейчас, кто вы, врачи, выявляют вот тех, кто не привит, те, кому нужно сделать прививку от кори. Или все-таки нужно зареченцу, человеку самому позаботиться. Мы в прошлый раз с вами когда встречались по этому поводу, вы говорили, что да, можно узнать там свой иммунный статус, сходить в поликлинику. Но вы же прекрасно понимаете, что взрослые люди, они с большой неохотой ходят в поликлиники. Я понимаю, пожилые там, да, по состоянию здоровья. Ну, человек, когда чувствует себя вроде более-менее нормально, не ходит ни на диспансеризацию, ни на какие там. Желает, хочет подальше держаться вообще от медицинских учреждений. Так вот, что? Вы будете извещать, врачи будут извещать, будут смотреть иммунный статус и каждого обзванивать. Что вот сейчас у нас происходит? Ну, у нас, во-первых, это детей в первую очередь касается. То есть, прививаются те, кто не были по каким-либо причинам привиты. Дети у нас все учтены, у нас их не так много. И предлагается родителям, то есть, там основная причина – это отказы. И работа ведется именно в этом направлении, что еще раз предлагается подумать о безопасности своего ребенка и привиться. Что касается взрослых, то взрослые у нас прививаются до 35 лет и декретированные контингенты до 55 лет. То есть, тем, кто старше 55 лет, не нужно. Считается, что в большей своей массе они переболели в детстве. То есть, это тогда, когда не было прививок. Те, кто помоложе, я бы порекомендовала свой прививочный статус узнать. То есть, сходите в поликлинику или позвоните ей. Потому что у нас врачи активно работают с крупными, с декретированными контингентами. Но ведь у нас всегда есть прослойка людей, которые там работают на себя, индивидуальные предприниматели. Если он сам не придет, то трудно врачам найти человека. Или, например, там прописан в одном месте, проживает в другом. То есть, взрослым людям, как сказать, в поле зрения врачей попасть не так легко, скажем так. Поэтому, если нет сведений о том, человек привит или не привит, или он переживает за эту ситуацию, то нужно обратиться, узнать, есть ли карточка, есть ли сведения о вакцинации. Если нет сведений, то человек приравнивается к непривитому. Эту ситуацию можно исправить, сдав кровь на напряженность иммунитета. И узнать, если напряженность есть, то все спокойно. Если напряженность иммунитета, то есть антитела отсутствуют в крови, то нужно прививаться, конечно. Ну и завершая нашу беседу, я так понимаю, что самый главный вывод, во-первых, позаботиться о себе. Узнать свой иммунный статус, были ли прививки от кори или переболел ли человек корью. Позаботиться о своих детях, отбросить все вот эти псевдонаучные теории по поводу того, что прививаться не надо, это вредно. Вот этот вот случай в средней юридии показал, все-таки нужно прививаться или нет. По-моему, здесь уже все наглядно. Будем надеяться, что родители задумаются о судьбе своих детей. И самое главное, чтобы все-таки следить за своим здоровьем и при малейшей необходимости, особенно в такой ситуации, когда появляется инфекционное заболевание, обращаться к своим влечащим врачам и узнавать о том, что, собственно, делать дальше. Ну да, я полностью согласна. Спасибо за участие в нашей программе. Будем надеяться, что благодаря нашей беседе все-таки зареченцы лишний раз задумаются о своем здоровье и о здоровье своих близких, и тем более о здоровье детей. Спасибо. И это все, о чем успею рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. До встречи на канале «Заречный» и берегите себя. Одежда ведущему предоставлена салону мужской одежды «Бостон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова